И когда складывается виртуальность с гуманностью, с реальностью, то виртуальность побеждает. Она более циничная, она более лаконичная, она более спортивно-динамичная, и она, конечно, побеждает. В Казани прошли игры будущего. Что это такое? Это действительно новое, и опробовали это на Казани, на российской Казани. Пока еще, как это будет позже, мы увидим. Но что такое игры будущего? Это, друзья, виртуальная реальность, искусственный интеллект и одновременно какие-то все-таки действия спортивные, то есть в волейбол играют на сцене, и также компьютерная проекция играет в волейбол с другой стороны. Все, что было в этих играх, все закодировано. И каждый код имеет свое значение и влияние. Влияние на будущий мир, который они креатируют. Они создают сейчас, они это ого-го, кто там, какие-то пастухи нашего стада человеческого создают такой креативный мир. Игры будущего, они были, проходили с 21 февраля по 3 марта. 21 – это очко, да? А 3 – это на тройке завязано все. Треугольники, которые в звезде Давида, и треугольники, которые есть в пятиконечной звезде, это все треугольники. Цифра 3. Ну и число Пифагоров и штаны. Вот число Пи составляет 3,14. Это тоже начинается с 3. То есть это начало нашей матрицы, нашего мира, нашей составляющей. И вот именно с этого начинаются игры. Буквально-таки с 21, с очка. Причем эти игры по 21 дисциплине. И, конечно, одна молодежь там участвует. И вот эти виртуальные всякие навороты красочные, как какие-то монстры сзади на экране. А сейчас вы видите, видите, что такое? Game of the Future. Казань, да? 2024. Game of the Future – это портал в будущее. Как вы видите, это портал в будущее. Поэтому мы с вами можем понимать, что именно этот портал в будущее, он приносит, конечно, какие-то свои результаты. Что они отправляют в этот портал? Но ведь портал можно создать как будущего, так и прошлого. И отправлять также и в будущее, и в прошлое. Отправлять людей, какие-то игры, какие-то свои реплики. Все это можно отправлять. Также, как вы видите сейчас за моей спиной, монстры, которые бегали по сцене, люди рядом. И еще очки. Очки. Но очки в России, я не знаю, насколько это применяется. А, скажем, в Европе, в каждом торговом центре, в большом, есть такие комнаты игровые для детей, для взрослых, где надеваешь эти очки, и ты попадаешь, вокруг тебя другой мир. И ты начинаешь что-то искать, что-то там из какого-то сундучка себе перетаскивать. И нужно приноровиться, не упасть, потому что можешь потерять под ногами почву. Я тоже в такие игры играла, друзья. Ну, для интереса, чтобы понимать, что это такое, конечно, нужно играть в такие игры. Что же касается вот этих монстров? Это монстры, которые создаются и будут создаваться. С одной стороны, живые, то есть металлические, да, ну, из какого-нибудь там пластика, они будут создаваться. Но одновременно с этим они в виртуальном небе пространстве будут также выполнять какие-то функции. Людей это будет очень сильно пугать, потому что они будут почти живые. И человек не до конца сможет понимать, кто не очень хорошо ориентируется, друзья, не до конца сможет понимать, что же ему движется навстречу. То есть или это реальный монстр пластиковый, металлический, либо это виртуальный, который с неба спускается. Но ведь также можно и армию людей создать и напугать. То есть вы понимаете, что можно создавать армию людей, как терракотовую армию, вот такую терракотовых солдат выгонят на поле боя, и вы не будете знать, где настоящие, а где вот они виртуальные прыгают вокруг вас. Все это будет страшно, потому что такие же танки, самолеты, все будет в небе, и люди будут бояться. Конечно, для запугивания людей это хорошие инструменты. Как видите, надо уметь только рисовать в пространстве, воплощать свои рисунки, проектируя на небо купол наш и одновременно кооперируя со звуковой дорожкой. Таким образом мы с вами имеем Потемкинские деревни. Помните как? Было такое уже. Ведь это не просто так выражения рождались когда-то. Потемкинские деревни. И не потому что граф Потемкин был, которого никогда не было, а потому что по темноте. Ну вы видите, да, какой эффект имеет по темноте. Вот когда в темноте это делается, тогда это эффект большой. На светлом небе все-таки вы можете разглядеть, что что-то здесь не так. А вот именно Потемки, в Потемках это все делается, на сцене выключили свет, и вот вам такие монстры бегают, которые буквально, я сейчас попробую как-то от, да, чтобы вы видели, да, видите, которые буквально на сцене, да еще такие страшные. Это и есть те самые монстры. Их можно создавать в огромном количестве. И птицы-фениксы, и какие-то волшебные люди, которые тоже все это красочные, очень красивые краски, потому что это только начало. Это дают людям начало, чтобы вы видели, что это красиво. Человек воспринимает через гамму красок. Это красиво. Почему ЛГБТ дали радугу, как символ? Потому что это красиво, это радуга. Человек воспринимает эту радугу с детства как радость какую-то, да. Поэтому ЛГБТ, сообщество взяло себе радугу. Нет, оно не само себе взяло. Это, конечно, друзья, так легко можно сказать, сами себе взяли и присвоили. Нет, это разрабатывается психологами, аналитиками программа. Поэтому присвоение радуги – это умное, креативное было дело. А радуга еще с чем ассоциируется? С детством правильно. Поэтому в это сообщество с детства привлекают детишек, людей. И все то же самое, друзья, сегодня, если вы посмотрите на игры будущего. Почему Казань, друзья? Ну, во-первых, Казань – это мусульманский регион. Это Казань, которая может возглавить все мусульманские регионы. Это важно. Мусульман в России становится все больше и больше. Руководить наверху будут евреи. Никогда они не сдадут свои позиции. А вот основной род деятельности будет на площадке мусульманской. Халифат возвращается. Несмотря на игры будущего, возвращается Халифат. Вот эти игры, эти мультики, рисованные в небе, эти святые Магдалены и Магдалины и святые люди, которых могут обозначить и вывести экраном на небо, оно все работает. На простого человека, необразованного человека это действенно. Уверяю вас, даже на образованных людей это также действует, потому что это что-то новое, непривычное. Это то, с чем мы не сталкиваемся каждый день в нашей жизни. Поэтому это очень большой эффект имеет. А вот что сказал Владимир Путин, который участвовал на церемонии открытия. Он сказал, игры будущего это наш дар мировой спортивной семье. Наш дар. То есть, дар российских головастиков, айтишников, это дар спортивной семье. Также Владимир Путин сказал, что игры будущего это свобода от политической конъюнктуры, любых видов дискриминации и двойных стандартов. Уверен, на площадках игр будет царить подлинный спорт, сказал Путин. Но какой спорт он имеет в виду, пока непонятно. Потому что сейчас пока игры будущего это вроде как и настоящие спортсмены, и виртуальные, которые будут вперемешку. 21 вид будет участвовать, 21 спортивный вид. Конечно, вот эта рисованная, креативная и интеллектуальная программа искусственного интеллекта, она будет занимать особое большое место, но в то же время игры будущего все-таки это нечто такое, с чем мы пока не столкнулись и не можем понять, что это будет для нас означать. Причем, я хочу вам сказать, на играх будущего участвовали все наши советские сестры республики. Это и Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан и Сердской республики. Рядом с Путиным на церемонии открытия была фигуристка Камила Валиева и олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный, возглавляющий Всероссийскую федерацию фиджитал спорта. Ну, я вам могу сказать, что вот эти фигуристки, как Валиева, это нам напоминает кого? Алину Кабаеву. Такую великую спортсменку, красивую, великую, чье сердце принадлежит Владимиру Путину на сегодняшний день, то есть президенту Российской Федерации. И здесь президент также вернулся к Валиевой, то есть к фигуристке, да, спортсменке, он вернулся к ней, просто жест такой, показать, что все продолжается. Девочки, вы все можете достичь таких же высот, как и когда-то Алина Кабаева. Вы чувствуете, какие вот такие нюансы, когда прямо об этом не говорится, но именно с площадки, так скажем, подразумевать, строить эффекты, строить иллюзии. Ведь и так весь мир, который показали иллюзорный, виртуальный. И вот это построение иллюзий через фигуристку, через то, что уже было когда-то, то здесь, друзья, хороший ход, хороший пиар-ход, который раскручивает нужные точки бифуркации будущей нашей с вами жизни. и так у нас с вами в будущем киберспорт совместно с классическим спортом. Это все будет объединяться и где будет кибер, а где классика, а вот здесь может быть самое страшное. Потому что, как я вам рассказываю, обратите внимание, это очень важно, то, что я говорю, что на полях сражений сегодня идут виртуальные игры. Где-то кто-то сидит джойстиком крутит, играет в компьютерные игры, а на полях сражений это воплощается в жизнь. Поэтому большая несостыковка между реальностью и виртуальностью. Пока виртуальность работает, то реальность пытаются подстроить под виртуальность. Почему? Потому что пока не очень совмещается потери большие, а их никто не считает. Почему гонят постоянно ребят идите в ту точку и там сидите? Да потому что игроки виртуальной реальности не отработали еще эту точку. Как только они отработают, они начинают ее сдавать. То есть пришли, выудили какой-то подарочек себе из сундука. Это в примитивных раньше играх так было. И идете дальше на следующий уровень. Так вот на следующий уровень перейти в виртуальной войне. Украина Россия, Россия Украина очень сложно. Пока что чьи-то детки, которые якобы участвуют в военных СВО действиях, они участвуют как раз таким вот образом виртуальным. Они отрабатывают удары и шаги. Они отрабатывают это умственно и через движение кисти руки. вот здесь они будут на высоте. Они, конечно, не подвергаются никакой опасности, ни на каких полях сражений. Они не участвуют, они работают только с передовыми технологиями, которые им сегодня предоставили. То есть то, что предоставлено человечеству. Есть, конечно, гораздо высшие, большие технологии, умнейшие. Но на самом деле, на сегодняшний момент человечеству предоставили вот столечко немножко этих технологий, которые отрабатываются. И то не очень хорошо получается у маршалов, фельдмаршалов, генералиссимусов. Это все только отрабатывается. Погонов много, да, всяких орденов тоже много. Но реальность-то она другая. Вы, конечно, можете говорить, как же, не жалко людей. Надо понимать, что компьютерная игра и живая человеческая жизнь, они с одной стороны очень сильно разнятся, а с другой стороны они соединены в одно. И здесь надо понимать, что жизнь человеческая перестает иметь какое-то большое значение. То есть те гуманитарные понятия морали и сложения нашего менталитета, они перестали действовать на сегодняшний момент в этих условиях. Гуманность это одно, а виртуальность это другое. И когда складывается виртуальность с гуманностью, с реальностью, то виртуальность побеждает. она более циничная, она более лаконичная, она более спортивно-динамичная и она, конечно, побеждает. Человек здесь играет человеческий фактор, хотя в виртуальных играх, когда он сидит джойстиком крутит, тоже человеческий фактор играет, но не в такой степени. А вот на полях, да, на полях сражений играет, конечно, очень сильно человеческий фактор. Итак, друзья, нас с вами ждет кибер-жизнь, не кибер-спорт, нам сейчас показывают через кибер-спорт, нам показывают нашу кибер-жизнь, которая вот уже вплотную подошла к нам, и люди думают, вот еще не скоро, вот еще не скоро, в одночасье, одномоментно. Возможно, вы в ближайшее время сядете на, скажем, самоизоляцию снова, и в это время начнут как раз запускать, когда человек пытается вырваться из пространства четырех стен своей квартиры, в это время будут запускать такие кибер-установки, которые будут влиять на жизнь человека уже с другой стороны. Кому-то будет интересно, кто-то будет подстраиваться, молодежи будет легче адаптироваться в таких условиях. пожилому человеку нет, тяжело. Тяжело адаптироваться. Я ходила на эти игры, друзья. Знаете, первые какие-то минуты, ну, пять минут, чувствуешь себя неуютно. Ты можешь потерять равновесие. Хотя ты стоишь вот в пустом зале, ты стоишь, да, но когда включаешь свои очки и начинаешь видеть сквозь очки, ты в другой реальности. и здесь можешь потерять равновесие. Ты можешь не понять, куда тебе повернуться, налево-направо, куда тебе этой шпагой ткнуть какой-то ящичек или какой-то пенек, да, с лягушкой. Это интересно, но это тяжеловато. Для людей в возрасте это тяжеловато. Не все так быстро и легко получается. Хотя, конечно, очки эти давно вошли в нашу с вами жизнь, а теперь вот когда очередной виток будет сидение по домам, очки эти и будут покупать с огромным успехом в любой стране. В Россию они войдут тоже, будут продаваться в магазинах, может быть, плохого качества, но дорого. Это будет первая партия очков. Через год появятся другие, уже совершенно другого качества. а первые будут дорогие и неудобные, где можно заблудиться и уйти вообще в другие миры совершенно неожиданно для себя. Вот что открыл Путин и вот что он сказал, что игры будущего это дар мировой спортивной семье. Наш российский дар мировой спортивной семье. И поэтому он подчеркнул, что якобы это свобода от политической конъюнктуры. Ну да, когда вы сидите дома, то у вас политика уже вообще не интересует. Уводят людей в другие миры. Политика не интересует. Никакой дискриминации. Ты сидишь у себя в квартире. Никаких двойных стандартов. Никакой коррупции. Вы понимаете, что это будет, да? То есть сначала это игры. Вам игры в Казани дают как затравку, как показания к жизни, да, это показания к нашей с вами жизни. Я Таня Карацуба, Сеидбурхан. Сегодня у нас с вами 4 марта 2024 года. Карацуба, 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 Субтитры создавал DimaTorzok